всем привет здравствуйте в одном из комментариев мне был задан вопрос как я отношусь к сборникам сборникам песен в стиле рок ну и вообще к любым другим сборником очень плохо отношусь сборники ненавижу у меня в коллекции никогда не было никаких сборников самого детства их терпеть не могу потому что это абсолютно коммерческие штуки которые совершенно не отвечают тому что хотела сказать группа когда записывала ту или иную песню которые входят в разные совершенно альбомы в разном настроении сделаны в разное время с разными целями и так далее все это в кучу слеплено и вообще при превращено в такую радио friendly какую-то продукцию цену бессмысленную даже самые хорошие песни в сборниках я воспринимаю с большим трудом но но есть пара сборников которые все-таки у меня стоят на полке это во-первых восьмигранник вот этот чудесный группа the rolling stones очень любили его в дни моей юности и детства на в толчках так называемых на черных рынках наших такая красивая пластинка восьмигранник купили восьмигранник нет у вас восьмигранник ахаха чего же вы лоханулись это big hits том 2 а big hits номер один вот этот вот замечательный который называется high tight end green grass the rolling stones big hits number one такой красавица видно видно пускай почему я держу эти пластинки у себя потому что я очень люблю альбом вот этот вот between the buttons который сегодня вам продемонстрирую вот демонстрирую between the buttons 1967 год записан в шестьдесят шестом конце и начинается история альбома between the buttons с песни который нет на альбоме которая есть зато вот здесь на первом сборнике have you seen your mother baby standing in the shadow первая песня которая положила начало в общем-то работе над альбомом between the buttons а вот на этом сборничке восьмигранники есть две песни которые не входят в английскую версию between the buttons а именно это ruby Tuesday и let's spend the night together которые есть в американской версии в английской их нет прекрасная песня ruby Tuesday классическое совершенно классическое произведение для лончель там звучит на виолончели вы знаете как играли музыканты the rolling stones билл ваймон сжимал струны на грифе а кит ричард сводил смычком иначе не получим но это же ну как верно одному на виолончели с ума сойти это только села гакет может или на то больше никто из рок-музыкант ну справились исправились получилась отличная песня и вот она у меня есть на этом восьмигранничке поскольку пластинка у меня хоть и переиздание расскажу потом почему переиздание лучше на мой взгляд но это английский вариант здесь нет ни ruby Tuesday не let's spend the night together и уж тем более нигде нет нигде нет ни на каком из издании have you seen your mother baby standing in the shadow почему лучше я сказал про это если вы коллекционер винильщик убойный совершенно окончательно то конечно первопресс конечно лучше иметь первопресс иметь лучше приятней со всех точек зрения у меня много достаточно первопрессов есть слушая их не часто прямо скажу потому что если говорить именно вот об этой пластинке то переиздание ремонстрированная звучит в 25 раз лучше примерно чем оригинал и миг джаггер в середине 80-х еще говорил что ненавидит этот альбом это единственный альбом the rolling stones который миг джаггер ненавидел всеми силами своей души почему вы спросите меня потому что он глуховат изначально глуховат ремонстрированная версия она уже не глуховато она звучит прекрасно все слышно все звенит все все читается глубина появилась все дела глуховатость возникла от того что в студии в олимпик студии в лондоне где записывали этот альбом музыканты drawing stones было очень хорошее оборудование на тот момент времени четырех дорожечный магнитофон позволяющий делать массу наложений массу всего и артисты набросились на этот магнитофон набросились на те возможности которые перед ними открылись и в смысле наложений в смысле наличие разнообразных эффектов количество инструментов которые были записаны количество голосов они превзошли бич бойз и the beatles они напихали куда больше всего и в этой связи ну вы понимаете когда записывается на четыре дорожки 15 инструментов сначала один потом другой да они друг друга поддушивают и чем больше инструментов ты записываешь тем тем дальше уходит первый инструмент который надо потом вытаскивать по громкости не всегда это получится начинает поддушивать другие в результате получается такая не то чтобы каша но все начинает звучать не так ярко как хотелось бы как было записано в оригинале когда писали по одному инструменту там записали гитару раз она слышно прекрасно потом наложили еще маримбу ситар ксилофон бас-гитару барабаны и пять голосов и куда-то первая гитара куда-то где-то она потеряется поэтому джаггер не любил этот альбом вторая причина не знаю думал ли об этом джаггер думали ли об этом музыканты думаю об этом я а я беседую с вами вы слушайте меня не джаггер они ричардс они билла лаймана к сожалению может быть мне кажется что это вообще пластинка рубежная такая как и скажем робосового the beatles совершенно другая музыка пошла другая музыка и можно сказать что почти другая группа стала также как и the beatles стали другой группы и the rolling stones стали другой группой исчезла вот это вот искра рок-н-ролльная искра она погасла улетела растворилась группа преобразилась и стала играть по-другому в других пространствах вышла на другое поле и я не знаю хорошо это или плохо это не хорошо и неплохо это просто другая музыка другой взгляд на песни на то как можно записываться в студии на то что мы хотим сказать какими методами мы хотим сказать я говорю не от тексте а а музыки то что музыка в этих песнях в рок в рок музыки вообще в рок-н-ролле музыка значит в 581 раз больше чем текст который ты поешь этим и отличается рок музыка от от русскоязычной музыки от русскоязычной рок-музыки скажем так потому что русская эстрадная музыка она как раз построена на мелодии вся она очень мелодична и в мелодии очень глубокие очень здорово написаны если вспомнить музыку там 50 60-х годов там превосходные люди удивительные а что касается рок музыки там конечно текст 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 убери текст мало чего останется зачастую ничего не останется в отличие от дороге к столу так вот я заболтался про эти все философские если можно так сказать штуки а песни ну как на подбор просто просто гениально если вы хотите услышать жесткий практически современные гитарный рок-н-ролл настоящий приближающиеся и одним боком там прислоняющиеся к панк-року другим боком к классическому звучанию the rolling stones периода скажем пластинки яйц он ли рок-н-ролл то пожалуйста мисс аманда джонс же скач жесткие гитары режущие хлестки просто спета все по-настоящему настоящий такой роллинг-стоунзовский трейдмарк рок-н-ролл лучше умри федот лучше не напишешь да как говорится в классических произведениях если des papers первый номер сразу заявка на то что группа уходит если не в арт-рок то в какие-то вот неведомые дали уже серьезной музыки не побоюсь этого слова это уже не рок-н-ролл это уже какая-то новая глава прогрессивного рока вот это в чистом виде прогрессивный рок уже на мой взгляд маримба тут и все дела и прозрачность и дыхание и голоса и все 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 что нужно для психоделической серьезной хорошей музыки my obsession просто тяжеляк просто как они добились звучание бас-гитары такого вязкого длинного как будто это играет синтезатор где-то с в левом канале я до сих пор не могу понять за счет чего это сделано такой удивительный звук тяжелый это просто хоквинт какой-то хотя хоквинт никогда так не звучал там все понятно что что где звучит а здесь непонятно может быть за счет вот этого микса сложного так получилось но очень сложно backstreet girl песня которую джаггер обожал и обожает я думаю такая вальса вальс 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 вальсообразная штука очень красивая с акустической гитары с аккордеоном просто красота писаная connection кит ричардс во всей своей красе вместе с адскими барабанами чарли отца надо сказать что здесь барабаны чарли отца везде на всем альбоме просто выдаются не хуже чем джинджи бейкер в группе крем за так адски здесь барабанит чарли отц везде другое дело что в миксе эти барабаны вот они немножко ушли назад и поэтому нет ощущения что барабаны грохочут а если понимать что микс просто вот ну вот такой микс получился если вычленить оттуда барабаны то мама дорогая что там происходит с чарли отцом в каком он был настроение в студии почему вдруг он такой радостный пришел и так начал играть непонятно 6 мая цвет ли кит ричардс проявил себя как органист очень неплохой сыграл на органе вместе с барабанами чарли отца которые одновременно в этой лирической песни пошли тома чарли отца очень очень здорово кулкам коллектед это просто безумие просто безумие просто хорошая здоровая безумие это безумие продолжается и на второй стороне all sold out и please go home две песни подряд которые можно назвать двумя словами адский рок адский рок опять таки микс подкачал в этом смысле джаггер был прав что микс немножко динамику и мощь вот это немножко смягчил но в принципе песни вот он sold out сразу бьет по мозгам и please go home такой будет ли вариант будет ли умноженный на 10 по тяжести и со смещением темпа немножко с со смещением смысле чуть-чуть замедлением темпа и такое просто вот здравствуй группа cream вот эти три песни если брать он sold out please go home и мисс аманда джонс это можно на одну сцену scream выходить и не знаю кто кого убрал бы я думаю что rolling stones убрали бы крим этими тремя вещами за простяк ну в студии находился джимми хендрикс в студии находился брайан вилсон и в студии еще человек 50 находилась в процессе записи альбома все слушали все друг на друга влияли иначе быть не может если человек находится рядом на тебя будет влиять в любом случае даже если он молчит и сидит и пьет виски там или курит табак у нас все строго с этим все равно влиять будет поэтому влияние здесь вовсю происходит who's been sleeping here эта песня могла оказаться спокойно на пластинке who's been sleeping here она спокойно вошла бы в let it bleed на самом деле то есть здесь rolling stones показывает все направления в котором они по которым они пойдут дальше complicated ну такая rolling-стоунзовская вещь очень хорошая я ничего не могу про нее сказать она просто хороша просто хороша в чистом виде хорошая мелодия здорово сыграно и в финале something happen to me yesterday это кабаре это такое кабаре как кабаре это это нормально для рок-группы кабаре и удорс четверть песен примерно с уклоном в кабаре идут у rolling stones кстати меньше убитлз даже есть такие кабарешные штучки особенно у маккарт него любил вот эти вот все барышные солдумные такие напевы ну а здесь полный разгул полная кабаре изысканная с бухлом с дымом табачным с разгульным пением и в конце уже все начинают кричать общаться веселиться звенеть посудой и играть на инструментах от души в общем пластинка прекрасная пластинка одна из первых пластинок прогрессивного рока если вы хотите делить на стиле рок-музыку то это абсолютный прогресс 1966 год запись да я напоминаю вышла то ли то ли в январе то ли феврале 67 но идеи мысль то мысль никуда не денешь 66 все тот же 66 рубежный год для рок-н-ролла рок-н-ролл стал серьезной музыкой пошел пить к